Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас в программе Очевидец Тема, которая, наверное, волнует всех Это рижское жилье Вот были такие времена Когда дома в окрестностях И в микрорайонах Риги Росли как грибы И сегодня это, наверное, для многих людей Из молодого поколения Кажется каким-то невероятным делом Потому что, ну, действительно Статистика говорит о том Что за годы с 1991 года По нынешний 2020 В Риге прирост жилья Составил только 6% По отношению к общему объему Тогда как, например, вот в пятилетке С 1987 по 1991 год Объем за пять лет Составлял 12% прироста Сегодня эту тему мы вспоминаем С людьми, которые строили Ригу И не достроили Ну, потому что Рига никогда не должна быть достроена Вы же знаете, легенда об этом гласит Это Валентина Александровна Пескунова Она была заместителем начальника Управляющего Заместителем управляющего Рижского треста крупнопанельного домостроения С 1983 по 1987 год Да? Ну, до этого тоже работала на строительстве Да, и прошла весь путь В строительстве от мастера До руководителя самого крупного масштаба А на связи по скайпу С нами будет Арнольд Петрович Клауцен Он был руководителем Рижского горкома партии И был Прославился, наверное Или запомнился в истории тем Что ввел в Риге так называемую Орловскую непрерывку То есть этот метод Ускоренного строительства жилья Без сбоев, без штурмовщины и так далее Вот как раз в то время Когда в руководстве Риги был Арнольд Петрович Рига и отличалась Очень высокими темпами строительства жилья В котором мы все до сих пор и живем В программе очевидец Мы также свяжемся с бывшим начальником Треста Вернее управляющим Треста Крупнопанельного домостроения Виктором Пуреньшем по телефону А программу ведет Людмила Прибыльская Итак, дорогие друзья Я, в чем же был секрет Этого, ну, беспрецедентного, наверное, проекта в истории Риги Когда она приобрела практически Вот я посчитала 66,5% своего жилого фонда То есть вот сегодня На 90-й год составлял он 16,419,000 квадратных метров За время нашего существования он вырос незначительно Примерно на 50,000 квадратных метров А всего он составляет Вернее, а всего с 46-го по 90-й год Было построено 10,918,000 квадратных метров Вот это и есть 66,5% А к слушателям я обращаюсь с предложениями рассказать о том О своем новоселье О том, какими были эти новые квартиры С какими чувствами вы туда заселялись Как вы их приватизировали или не приватизировали Как сейчас выглядит ваш микрорайон За что вы его любите Вот звоните по телефону в студию 672-12-93-9 672-13-93-9 Делитесь своими воспоминаниями А сейчас вопрос к Валентине Александровне Вот расскажите, что это была за организация Рижский трест крупнопанельного домостроения Кто в ней за что отвечал? Ну, Рижский трест это была самая крупная организация Которая занималась именно строительством крупнопанельного жилья Разных серий Начинали с 464-й серии И я хочу сказать, что в составе РТКД, так мы называли сокращенно Уходили Рижский завод крупнопанельного домостроения Вот уходил, значит, Рижский домостроительный комбинат Были СО-11, СО-12, СО-13, СОНС-10 УПТК, это управление производственной технической комплектации И строили 464-ю серию, начинали Потом 602-ю серию, которую делал Рижский завод крупнопанельного домостроения А потом ДСК, он с 464-й серии перешел на СО-19 Это новая качественная серия, где я сама живу в этой серии до сих пор Я считаю, что очень замечательно и нравится всем То есть, Валентина Александровна, система была построена так Значит, были заводы, которые выпускали панели Ну, то есть, как бы вот эти сборные железобетонные конструкции Существовала четкая организация строительства в Латвии Было Министерство строительства, которое распределяло и командовало, скажем, всеми направлениями деятельности Был Трест, который панельное строительство вел Был Трест, который такие школы там это строили Он назывался Трест Регастрой Был Трест, который, значит, занимался разработкой проектов Ортехстрой такой И были Тресты, которые, конечно, Рега Промстрой Который промышленное строительство вел Значит, и многие Тресты по городам Латвии В Лепе, в Резакне, в Юрумале, в Вилгаве, в Дуаугаупилсе Ну вот, если посмотреть на это с точки зрения обывателя Вот сколько надо было времени для того, чтобы построить, ну, 40-квартирный дом, допустим, односекционный, 119 серии Вот, от нуля и до сдачи в эксплуатацию Сколько времени? Примерно полгода За полгода дом появлялся? Примерно, и строили, все-таки монтировали панели Мы правильно обсуждали, что действительно делали рейсы и стоял кран И, конечно, конструкции монтировались Это важно было правильно смонтировать, чтобы все было закрыто, замазано, чтобы щели не было нигде И это очень важно Поэтому жилье, которое построено, я считаю, что частичка труда моего есть в этом, значит, которое построено Это очень важно, потому что работали качественно И были специалисты, которые готовили, вот были молодые специалисты по направлению Я сама приехала как молодой специалист И тогда было положение, что молодых специалистов в течение двух лет должны жильем обеспечивать Это тоже очень важно Вот сейчас этого нет, к сожалению Ну, так и молодых специалистов нет Ну вот очень плохо, должны быть и молодые специалисты, и должно быть их обеспечение, и чтобы действительно все это росло в Латвии. Латвия это наша вторая родина, хотя я приехала из Белоруссии, это моя этническая родина, но мы любим и Латвию, и Белоруссию, и конечно будем все делать, чтобы сотрудничество развивалось в разных направлениях. Я хочу задать вопрос Арнольду Петровичу, вот скажите, что требовалось от городских властей для того, чтобы этот дом за полгода появлялся, вот какая этому работу предшествовала, ну какие службы в этом были задействованы? Ну надо сказать, что жилищная проблема всегда была острой для религии, и даже в конце 80-х годов, в начале 90-х, она еще оставалась острой. Для того, чтобы обеспечить строительство, это целый комплекс, нужно было, во-первых, наладить проектирование, во-вторых, нужно было наладить подготовку площадок, нужно было обеспечить эти площадки теплом, электроэнергией, канализацией. И вот весь этот комплекс дорогами, кроме того, что дороги и инженерные сети, надо было продумать, а как же там люди будут обеспечены услугами детских садов, торговля, школами. Вот весь этот комплекс, огромный, он решался, ну на уровне, скажем, города, это, значит, рельсием госполкомом и министерством строительства. Вот то, что Валентина рассказывала о тресте крупном пунктоле домостроения, это только один из элементов. Значит, кроме Минстроя было еще Министерство промстроя материалов, они тоже выпускали сборные конструкции для других серий. Вот в совокупности организации производства нужно было увязать весь этот комплекс проектировщики, строители, производители конструкции. Все в один узел, это все как раз и есть комплекс, который нужно было решить, чтобы обеспечить массовое строительство жилья для рижан. Хорошо, вот Ваша роль была в чем, когда Вы внедряли эту Орловскую непрерывку? То есть, я так понимаю, что проблема состояла в том, что какие-то объекты к сдаче накапливались под конец года, и возникала необходимость работать, я не знаю, в две смены для того, чтобы обеспечить эту сдачу объектов срок и так далее. То есть, из-за этого возникали, возможно, какие-то недоделки, брак и так далее, и так далее, ну и напряжение в работе всех служб. Вот что Вы сделали для того, чтобы этого избежать? Ну, вообще, я бы сказал, Людмила, что Орловская непрерывка – это один из элементов организации строительства, и он, может быть, даже не самый главный. Вот сегодня, скажем, в новых условиях, в условиях рыночной экономики, не нужна Орловская непрерывка. Всё решается, ну, экономически, экономически заинтересованностью тех, кто строит, тех, кто заказывает, наличием средств. В наше время это были государственные программы, планировалось, и деньги выделялись государством, и поэтому не все строители были экономически заинтересованы в ритмичной работе. Поэтому и получилось то, что Вы говорите. Скажем, запланировали сдать в первом квартале, не получилось, перенесли на второй, перенесли со второго на третий, и так к концу года накапливался довольно большой объём незавершённого строительства. Вот чтобы всё это дело увязать в один узел, поэтому и в Орле, это в Российской Федерации, был накоплен такой опыт организационной работы всех участников строительного производства, чтобы вот этот в конце года не надо было штурмовать, а более планомерно заважив его. Вот в этом была, может быть, и наша заслуга, когда мы этот опыт изучили, пригласили в горосполком, в Карком партии строителей, проектировщиков, и договорились, как нужно работать, чтобы более качественно и вовремя сдавать жильё. Ну вот получается, мы сейчас смотрим статистику по Риге, да, сдача жилых домов по эксплуатации. То есть фактически, ну, с 70 по 75 год это был пик, наверное, строительства жилья, потому что было всего построено миллион 911 тысяч квадратных метров, потом следующей пятилетки было по миллиону 700 примерно тысяч, и это всё сопровождалось параллельным строительством детских садиков, школ, больниц, вот эта статистика тоже имеется, но вот мы сейчас говорим о том, что Рижский план там обсуждается на десятилетия, многие фирмы участвуют в этом планировании и так далее, и процесс работы занимает несколько лет разработка этого плана. Вот, как планы Риги строились вот в ваше время? Как долго, например, планировалось строительство микрорайона, там, я не знаю, Залитуда или Имонта? Я бы здесь начал с того, что, чтобы решить проблему жилья в Риде, мы ещё с середины 80-х годов задумались о том, о комплексном плане, и была разработана наша программа «Жилище 2000». «Жилище 2000» предусматривало построить жильё столько, чтобы не оставалось людей, которые состоят на очереди в госполкомах и в райисполкомах. Я напомню, что в то время у нас на очереди состояло порядка 70 тысяч семей, это большая сумма. Вот для того, чтобы очередь ликвидировали, нужно было соответственное количество квартир построить. Значит, этой программы «Жилище 2000» мы запроектировали, построить за 15 лет порядка 7 миллионов метров квадратных жилья. Вот, насколько это реально, вы, Людмила, назвали цифры по годам. Действительно, по... Ну, у нас сейчас жилой фонд весь в Риге составляет около 17 миллионов квадратных метров. То есть, вы планировали его увеличить этой программой на треть, фактически? Ну, фактически, да. Но дело ведь не только в том, чтобы обеспечить нуждающих, нужно было одновременно бороться с аварийным жильём, со старым жильём. Его тоже много в Риге было. И вот эта программа «Жилище 2000», она как раз предусматривала и решение этой проблемы. К сожалению, не получилось у нас. Хорошо, звонок, мы послушаем радиослушатель. Добрый день, говорите. Добрый день. Вы знаете, что мне очень запомнилось, интересно до сих пор? Мы получили квартиру в Эмонте, там на Югре мы жили, там ещё была краска, не было обоев. А в Эмонте мы получили с обоями. Я как-то раз сидела около стенки и обратила внимание, там на стенке, видно, кусок обоев порвался. Потом мы узнали, что это были девочки-проксиканты. Рисунок довольно сложный. Можете себе представить, они вырезали точно по рисунку и так вклеили, что это можно было разглядеть, только вот когда буквально носом уткнёшься в эти обои. Тогда вот так строили. Спасибо. Спасибо вам большое, да. Валентина Александровна, мы расскажем о том, как вы строили немножко после небольшой паузы, потому что нам надо сделать перерыв. А вас, дорогие радиослушатели, приглашаем звонить и делиться впечатлениями о вашей рижской квартире. Ещё раз добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем в программе очевидец вспоминать о том, как выросла Рига, как она за 1946-1990 год увеличилась практически на 66,5% по жилому фонду. И практически сейчас мы этим жильём до сих пор и пользуемся. Вот интересно, что мы относились к этим серийным домам, наверное, с какой-то иронией. Был даже фильм популярный «Ирония судьбы» или «С лёгким паром» о том, как… Ну, сами знаете, какой сюжет. Ну, короче говоря, и нам казалось, что это только наше, так сказать, изобретение. Но когда открылся мир и мы попали, значит, в крупные европейские столицы, мы увидели, что и в Лондоне, и в Париже полно серийного жилья. Причём эти серийные, ну, квартирки, они появились ещё в незапамятные времена, наверное, в конце 19-го века. Они очень маленькие, очень, так сказать, компактные. Но, тем не менее, свою задачу они выполняли. У нас есть звонок, давайте мы послушаем и продолжим потом говорить об этом. Так, немножечко сорвался. Перезвоните, пожалуйста, человек, который звонил. Не получилось принять ваш звонок. Ну, так вот, как планировалось вот это жильё типовое, как оно менялось? Ну, вот, Валентина Александровна, вы сказали о том, что серии менялись и в сторону большего комфорта, большего простора и так далее. То есть была задача увеличить количество квадратных метров на душу населения. И эта задача, так сказать, понемножечку решалась. Но, вот, в связи с такой резонансной историей про обрушение магазина Максима в Золитуде, когда люди очень возмущались тем, как контролируется качество строительства сейчас, вот, могли бы вы рассказать, как в вашем таком массовом строительстве контролировалось это качество? И почему эти дома стоят, и сколько они ещё простоят, на ваш взгляд? Ну, во-первых, надо сказать, что самое главное, как оно строилось. Значит, а строилось, строить должны были качественно специалисты, которые работали в наших организациях. Был прораб, были конкретно рабочие, которые должны были иметь определённое образование. И, конечно, это очень важно, потому что все дома я сама начинала, когда приехала, начинала мастером настройки. И, конечно, видела, как надо сделать нулевойцы, как там уложить все эти железобетонные конструкции, как их сваривать, как всё это шло. И это очень важно, и контроль осуществлялся специально, вот, был мастер, прораб был, и был ещё производственный отдел Треста, который чётко контролировал проведение работы строительными организациями, которые уходили в Трест. То есть это не разовые такие, не налёты, а постоянный контроль. Это ответственная работа была, когда работники Треста должны были быть на объектах, ежедневно смотреть, как там, если есть какие-то замечания, ставить их, решать вместе с управляющим и главным инженером Треста, которые были. И очень важно, что во главе организации были грамотные специалисты с высшим образованием. И это было очень хорошо, потому что и жильё строилось, и качественно строилось. И сейчас, если смотреть на это жильё, многие вот сейчас проверяют, вот как, долго ли будут, там, значит, вот срок службы домов. Я думаю, что они будут дольше, чем то, что строится сейчас новое. Значит, и будут служить людям, и люди будут довольны. И, конечно, сейчас очень важно, чтобы их по временем всё-таки где-то что-то, значит, приходит уже, надо возобновлять. И реновацию делать. Реновацию делать, это надо, очень важно, кто обслуживает дом. И я бы посоветовала, чтобы в каждом доме была создана организация, которая занимается обслуживанием, собственно, дома. И на общем собрании дома, чтобы решались вопросы, что делать, как делать, чтобы действительно было всё замечательно. Вот нам слушатели пишут. Что кто-то, чего-то, где-то командует, а никто ничего не делает. Вот в каждом доме советую, как у нас в доме, у нас есть руководитель. Хорошо. Вот, Валентина Александровна. Ирина пишет, что я довольна своей литовкой. Спасибо вам, передаёт вам привет. И у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день, Константин. Два момента. Хочу сказать, нам вот тыкали и тыкают до сих пор западом их развитой цивилизацией, а вот ваши гости не даст соврать, что в половине серийного жилья, даже не в половине, а я читал где-то статистику, что только 30% Франции, Испании, Италии, а Южная Германия оборудованы системами отопления и горячей воды. То есть у них построены коробки и холодная вода. Отоплений нет в принципе. Вы представляете? Да, везде плиты эти стоят, трубы, весь Париж, весь Лондон, трубы газовые торчат. В том-то и дело, да. То есть деньги, которые вкладывал Советский Союз в серийное жилье, несопоставимы со стоимостью того хлама, который был построен на Западе. Это первое. Второе, по поводу нашего строительства, лично сам участвовал под руководством мамы, если ваши гости знают, такой жилой массив ГСКБ. Это нынешний вал влауче. Да. Около молочного бывшего комбината. И вот я строил его в школе, мы подрабатывали, строил его лично своими руками. Мать у меня была инженером отдела капитального строительства. Вот по поводу надзора и по поводу Максима. Для Латвии конкретно, если бы обрушилась Максима в Литве, в Эстонии, может быть, еще не такой позор. А для Латвии, которая была всесоюзным инженером проектирования капитального строительства, латвийские институты проектировали стройку от Владивостока до Калининграда. Это было всесоюзное конструкторское инженерное бюро. И такой позор как Максима для нас. Это просто день и ночь с тем, что было раньше. И на какую низость опустился уровень строительного мысли и проектирования для Латвии. Несопоставимо. Я сам участвовал в строительстве этих комплексов ГСКБ. И отдел капитального строительства, представитель заказчика, было 8 инспекторов. Женщины в основном. И они круглые сутки, не возвращаясь в кабинет, они были в этих полях, на этих объектах. Они со стороны заказчика, главного строительного конструкторского бюро, наблюдали за процессом строительства. Сутками они не вылезали. То есть они были, как теперь говорят, онлайн. Все время на... С утра до ночи на работе, да. Да, с утра до ночи. Они бегали по этим лестницам, без лифтов, по этим стройкам, контролировали этих прорабов, ругались доставка, проверяли качество бетона, который завозился. Непрерывный контроль. Поэтому этот ГСКБ будет стоять еще 50 лет. А может и 150. А может и 150. То есть это вопрос ответственного подхода государственного аппарата. Так была построена машина с надзора за жильем при тех темпах, которые были строительства. Сейчас в Латвии строится полторы избушки в год. А тогда какие объемы строились? Ну, я называла, да, что 6% у нас прирост жилого фонда по Риге. Ну, Рига это как бы столица и самый... Представляете, контролировать те объемы, которые строились тогда, и тем не менее, они контролировались и строились качественно, и стоят они до сих пор. И вот теперь, где мы были тогда и куда мы пришли сейчас. Не смогли одну несчастную максимум проверить. Ну, я думаю, что не только максимум... Можно было проверять. Спасибо вам за ваш комментарий, Константин. А читатель спрашивает нас, какие нормы жилплощади на одного человека были в 80-х годах и сейчас? Какая себестоимость жилья была в 80-х и сейчас? Арнольд Петрович, можете прокомментировать? Ну, я себестоимость не скажу, но, по-моему, у нас была последняя норма на одного человека при выделении квартиры. Квартиры выделялись бесплатно, в отличие от того, что большинство сейчас. Поэтому государство брало на себя помощь, обеспечивалось. По-моему, 18 метров подранных это была последняя норма. Вот Валентина вспомнит и скажет, мне кажется, 18 метров. Около 17-18 там, 17 с хвостиками, да. Понятно. Ну, еще есть звонок у нас. Значит, конечно, чем дальше мы жили в советское время глубже, мы улучшали условия и нормы расширялись. Нельзя сравнивать то, что было в послевоенный период. Вот там, конечно, нужно было обеспечивать этими хрущевками, над которыми многие издевались, конечно же. Слушайте, но по сравнению с нашими хрущевками, вернее так, я вот имела опыт лицезреть английское жилье в городе Лондоне. Вы знаете, их квартиры по сравнению с нашими хрущевками, это просто берлоги какие-то, потому что они очень маленькие. У них кухня 2 квадратных метра, это норма, а в хрущевке все-таки 4 с половиной. Хорошо, я здесь звонок, давайте послушаем. Людмила, чтобы вы в Лондоне натолкнулись на такое жилье. Добрый день, говорите, пожалуйста. Я, чтобы в Лондоне много хорошего жилья. Ну, вот норма была, чтобы встать на очередь, но это на кооперативное, если жилье было, должно быть на холека минимум 7 квадратных метров. Это раз. Второе. 602 серия кооперативная могла обходиться где-то, грубо говоря, 12 тысяч рублей. То есть достаточно было какую-то часть вносить, там, 2-3 тысячи рублей, и можно было вступать в кооперативные строения. Но проблема советского жилья была в том, и планирование было проблема в том, что государству вот этот крен был, не давало жилье. Надо было ориентироваться на кооперативное жилье. В людей были деньги, но государство вместо того, чтобы строить заводы по изготовлению автомашин, кроссовок и так далее, государство тупо строило государственное жилье направо-налево, выдавало бесконтрольно. Вот это, то есть неграмотное было, вот это все нужно было с умом подходить и тратить деньги с умом надо было. Ну, хорошо, спасибо вам за ваше мнение. Ну, у меня есть статистика, например, по количеству построенных квартир. Вот, как раз за период с 61 по 91 год строились кооперативные квартиры, да, но их количество было не так велико. Ну, то есть, если, например, за счет государства и организаций, а, и жилищно-строительных кооперативов построено было в 86-90 годах 26 234 квартиры, то за частные средства было всего 112. То есть, ну, люди надеялись, что они получат квартиру от государства и не очень хотели, как бы, за личные деньги это делать. Еще раз, есть у нас звонок. Добрый день, говорите, пожалуйста. Причем, что вот интересно, если сравнить Москву и Ригу. В Москве, Хрущевке, 602 серии, еще какие-то, там давали квартиру на две семьи. У нас в жизни не было, чтобы эти квартиры давали на одну семью. А там из этих квартир делали коммуналки. Угу, понятно, спасибо. Ну, то есть, Рига была более цивилизованной, на высоком уровне по количеству выдаваемых квартир. Ну, так и всегда считалось, Латвия была, как бы, передовое государство в Советском Союзе. Угу. Арнольд Петрович, Да. Говорят, вы с очередями там мухлевали, у вас там направо и налево квартиры раздавали, это так? Ну, я думаю, что это неправильно. Система была очень жесткая. Очереди формировались в райисполкомах. И депутаты контролировали. Да и сами очередники могли контролировать. То, что мы не успевали обеспечить, это правильно. Так оно и было. Но, чтобы мухлевать или подкупать, я таких случаев не знаю. Не знаю. Хорошо. Мне приходилось много заниматься, скажем, значит, ну, проблемами даже отдельных людей, когда обращались с прозвами помочь там, или какие-то возникали трудности в семье, всегда приходилось заниматься вплотную именно с теми, кто эту очередь держал. Это в райисполкомах. Там была довольно четкая система контроля. Я не могу согласиться с тем, что это было налево-направо. Хорошо. Еще раз есть у нас звонок по телефону. Еще разок. Давайте я допомню. Ваш гость, наверное, недопонял. Разговор шел о другом совершенно. Что не надо было так много строить государственное жилье. Не надо было. Было надо строить кооперативное жилье, выделять земельные участки по строительству частных домов. А вместо этих построенных государственных квартир построить лучше завод по производству кроссовок, джинсов, автомобилей. Вот в чем тут стоит вопрос. Понятно. Хорошо. Ваше мнение понятно. Для показухи делалось, а к чему оно нужно было? Ну, знаете, вы расскажите о том, что делалось для показухи людям, которые вселялись в эти квартиры. Я думаю, что они бы с вами сильно поспорили. И потом, понимаете, это все-таки была социальная политика государства тогда, социалистического, да, которая считала, что оно должно обеспечить своих жителей жильем. И это право на жилье было записано в Конституции. Так что кооперативное жилье это было скорее, ну, каким-то подспорьем, как дополнительным. Кстати, нормы, вот я хочу напомнить людям, которые, может быть, не знают, что для постановки в очередь на кооперативную квартиру нормы были более мягкие. То есть, как бы, если на государственную квартиру надо было, чтобы минимум было там 4,5 квадратных метра на человека для постановки на очередь, то на кооперативную надо было, чтобы было менее 7 метров. Ну, соответственно, то есть, кооперативную квартиру люди могли купить, чтобы получить комфорт, а не для того, чтобы вот из каких-то стесненных условий переехать в более просторные. Вот Ирина нам пишет, у простых людей не было денег на кооперативное жилье. Ну, с этим тоже можно спорить, но я думаю, что реально вот кооперативы, это был, как бы, такой, ну, можно так сказать, люкс-сервис советского государства. Это дополнительно к государственному жилью. И правильно говорит, что оно нужно было по стольку поскольку, потому что у людей действительно не так много было денег, и все хотели, становились в очередь на государственное жилье. Кстати, вот по кооперативному жилью, вот, Арнольд Петрович, там же ведь предоставлялся фактически беспроцентный кредит со стороны государства на то, чтобы купить такую квартиру. Ну, я бы сказал так, Людмила, что кооперативное строительство было подспорьем, но очень незначительным. Если говорить вообще о строительстве жилья и обеспечении нуждающих, то вот была система государственного строительства, которая строила государство через горе с полком. И еще одна часть, немаловажная, это, на что мы, собственно говоря, упирали в этой программе, это строительство собственного жилья за счет средств предприятий. Скажем, была такая ориентировка, мы настраивали, чтобы, скажем, те заводы, крупные заводы, как УВФ, РЭС, Альфа, ну, все наши мощные предприятия должны были строить жилья за счет собственных средств, за счет собственных строителей. Вот это была существенная часть. И, значит, вот здесь можно было, ну, довольно быстро решать вопросы по каждому предприятию, не только ждать, когда государство выделит через райисполком, а если предприятие работает хорошо, если у него есть своя собственная строительная организация, и у него, значит, есть возможность накопить деньги дополнительно за счет своего производства, то вот это как раз подспорь для того, чтобы построить жилье для своих рабочих. Понятно. Кто занимался распределением квартир на предприятиях, спрашивает нас, Виталий. Можете ответить? На предприятии занималась профсоюзная организация, вместе с администрацией. То есть они формировали очередь. Решающий, молодой был правком. То есть можно было стоять в очереди на квартиру на предприятии и в райисполкоме, или это были очереди, которые перекрещивались? В организации можно было. Я думаю, что перекрещивались. Хорошо, у нас есть еще звонки. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Еще разок вас поправлю. Во-первых, там был жилистной кодекс. В жилистном кодексе была единая норма. То есть должно быть не менее 7 квадратных метров. Это раз. Второе. Очереди, что касается кооперативного жилья, они были при исполкомах. Суть в этом не то, что, как вы сказали, вы, наверное, не жили в советское время. В людей деньги были. Вопрос не в деньгах было, а вопрос в том, что или вы должны были получать государственную, или вам кооперативную дольше надо было ждать. Вот в чем проблема. Наоборот, государственную дольше, чем кооперативную. Ну что вы? Солнценно жилье на предприятиях всегда это было выгоднее. Не надо говорить ерунду. Ладно, хорошо, не будем спорить. Еще есть один звонок. Добрый день, говорите. Добрый день. А еще было в середине 80-х, в Горбачевское время, очень хорошее начинание. Вот оно мне очень нравилось. Это строительство молодежно-жилых комплексов, когда набирались строительные отряды, и они сами строили себе жилье. Да, и в Риге тоже были такие молодежные жилье-комплексы. Кстати, в Риге, спасибо вам за напоминание, это были уникальные МЖК, потому что они как раз реконструировали старые дома, и первый из них на улице Ленина 111, теперь Бривиба 111. Он до сих пор заселен, и там живут эти МЖКовцы. А, к сожалению, МЖК-2, который на улице Стабу и Сколос находится, он был возвращен в процессе динационализации бывшему владельцу, и эти люди, которые этот дом подняли, как говорится, из руин, оказались заложниками вот этого закона о динационализации. У нас очень много звонков, и, к сожалению, мы сейчас уже не можем их все принять, потому что время передачи подходит к концу. Я вижу, что интерес к этой теме довольно большой, и мы много чего не рассказали еще. Я бы хотела попросить наших экспертов сегодня ну, как-то подвести итог. Как вы вспоминаете это время своей работы, когда жилые кварталы в Риге росли, как грибы после дождя, и с каким чувством вы сейчас смотрите на эти дома и относитесь вот к этой вашей странице биографии? Валентина Александровна. Я отношусь очень положительно. Считаю, что была проведена огромная, большая работа. И люди, которые работали на строительстве, они сделали большую работу для жителей Латвии, и Риги, и других городов. Конечно, им огромное просто благодарность за ту работу. И эти дома стоят, и будут стоять, и люди будут жить, и будут довольны. И я не согласна с теми вот замечаниями, которые человек очень вот так, 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 да не так. Все так было. Хорошо. Арнольд Петрович, а вы? Я вспоминаю с большим удовольствием огромную армию строителей. Да. Это не только крупнопанельное домостроение, которое вот Валентина представляет. Это могучий трест, конечно. Трест, который в основном и строил Ригу. Трест, который, значит, ну, приучил нас к хорошему жилью, потому что качество жилищного строительства было высокое. Там добивались, я сегодня, скажем, с удивлением узнаю, что дают дома только коробки. Но чтобы мы в свое время сдавали без отделки жилой дом или без отделки детский сад, Валентина, такого никогда не было. Не было, это точно. До последнего момента требовалось... Сейчас надо уволить всех, которые принимают такие решения. Их надо выгнать с работы. Поэтому я с благодарностью вспоминаю огромную армию строителей рижских, которая вот помогла в свое время построить практически новые массивы, которым гордится, по-моему, Рига и будет долго гордиться. Ну, а я со своей стороны, как ведущая и как очевидец этих событий, хочу сказать, что ваш труд, Арнольд Петрович, ваш труд, Валентина Александровна, позволил 70% рижан приватизировать квартиры, которые им предоставило государство, которые вы построили. Вот. И таким образом был создан частный жилой фонд, который делает наших людей, ну, состоятельными в сравнении с жителями других европейских столиц, которые, к сожалению, таким богатством похвастаться не могут. Сегодня в программе очевидец была Валентина Александровна Пескунова, бывший заместитель управляющего трестом рижского, рижским трестом крупнопанельного домостроения, и Арнольд Петрович Клауцин, который возглавлял рижский горком партии и, в частности, руководил строительством жилья в 80-е годы прошлого столетия. Всего вам доброго, до свидания и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok